Итак, добрый вечер. Я, пожалуй, буду начинать. Шесть часов. Я смотрю, что люди подключаются, будут подключаться ещё. Правда, у нас время такое, что ещё летом хочется погулять, хочется где-то, может быть, побыть на воздухе, поэтому я знаю точно, что потом вебинар просматривают в записи. Вот поэтому мы работу свою делаем и, можно сказать так, начинаем. Итак, меня зовут Любовь Фёдорова, я региональный куратор Латвии и вот немножечко по дубликации делюсь своим опытом с новыми партнёрами, как создавать команду, помогаю. У меня у самой большая достаточно команда, статус у меня эксперт. И поэтому мне очень интересно встречаться с людьми и делиться своим опытом. Мы нашу дубликацию разбили на семь таких основных задач и проговариваем на каждом вебинаре отдельную тему более подробно, потому что, по большому счёту, можно было бы на одном вебинаре сразу поговорить обо всём, но мне иногда хочется привести какие-то примеры и более подробно по этому, ну, на каждую тему поговорить. Мы на прошлом вебинаре разбирали постановку целей, сегодня мы поговорим о составлении списка контактов. Тема вроде простая, казалось бы, что там составлять? Напиши сто имён, как нам говорят на любом семинаре, в любой сетевой компании, куда бы мы ни приходили. Нам говорят, берём листочек, пишем сто имён, и дальше начинаем с ними работать. А как работать и что дальше с этим делать? Хорошо, если хороший спонсор есть, который поможет, проведёт, научит. Но иногда бывает, что даже этот список людям тяжело составить. Я ещё хочу сказать, что у нас темы эти повторяются примерно один раз в два с половиной месяца. И поэтому хочу, чтобы вы понимали, что практически материал повторяется. Мы работаем больше, наверное, для новичков, кто хочет строить свои команды, кто приходит только впервые. Возможно, ещё те, кто сделал какой-то перерыв, у них что-то в жизни произошло, они хотят опять обновить информацию у себя, опять начать работать, может быть, немножечко разбудить свою команду, если все уснули. Поэтому не серчайте, если вы услышите что-то второй раз, особенно те, кто не первый раз меня слушают. Вот, итак, немножечко статистики. Так, так, так. Есть у нас такая статистика, что какой бы мы ни сделали список, большой или маленький, у нас примерно 20-30 человек, 20-30 процентов скажут обязательно нет. И мы должны быть к этому готовы. Это не должно нас каким-то образом ломать, терять какую-то мотивацию мы не должны, потому что эта статистика, от этого не уйдёшь. Действительно, среди наших знакомых, среди тех людей, к которым мы обратимся, ну, 100% будут люди, которым это неинтересно, которые не хотят по той или иной причине этим заниматься. Поэтому мы, как бы, к этому готовы. И второй такой статистический факт, что примерно к 21 году у каждого человека есть примерно 200 знакомых людей. Может быть, мы не сможем сесть и написать их все на листочке друг за другом, их имена, но мы должны понимать, что они у нас действительно есть, и мы можем из своей памяти их вытянуть, ну, вот этих людей. Вот. Мы понимаем также, что список контактов, это, в принципе, в нашем бизнесе, это наш большой, самый большой наш капитал, потому что если мы пришли сюда строить именно бизнес, строить команду, которая будет приносить нам доход, то понятное дело, что капитал – это люди, люди – это команда. Команда – это тот список, который мы сможем написать и с которым мы научимся работать. Также всегда на семинарах нам говорят, регулярно приобретайте новые контакты, обменивайтесь визитками, знакомьтесь с людьми, обновляйте свой список, берите контакты у своих знакомых, их знакомых, да, и приглашайте. То есть это все правильно, это все очень правильно, но с этим все равно нужно учиться работать. И, например, составлять список контактов, вот как мы говорили, взяли и пишем. Мы можем разделить на несколько колонок, это так сказать, я сейчас поговорю о нескольких вариантах, то есть мы можем просто взять несколько колонок, разбить, написать имя, написать номер телефона и еще какие-нибудь там данные об этом человеке, заметки, может быть, кто он, что он, откуда у нас его номер телефона, если нам его кто-то дал. Я бы сюда добавила обязательно еще одну колонку, в которой бы мы писали результат нашего звонка, для того чтобы у нас вся информация была в одном месте. То есть когда мы звоним человеку, мы говорим, привет, слушай, мы с тобой были в детском саду, и вот я нашел там твой контакт. Но после нашего разговора у нас какой-то будет результат. Либо да, либо нет, либо он не может сейчас говорить, либо он говорит, давай встретимся. И мы это обязательно записываем вот во вторую колонку, результат нашего первого звонка. Дальше, как мы будем с ним коммуницировать, возможно, он у нас перейдет немножко в какие-то другие наши книги, где мы ведем записи, где мы ведем какой-то учет, и вообще где мы ведем работу. Но для начала этот список, чтобы это были не просто голые имена, когда будут какие-то заметки, это просто облегчает нашу работу. Естественно, можно имейл его взять. Сейчас как-то имейлом люди все меньше пользуются, все больше в мессенджерах общаются. То есть мы можем и файлы, и видеоролики пересылать, ссылки все возможные. Это тоже облегчает вообще нашу работу и, в принципе, ускоряет, потому что телефон у человека всегда с собой, и в любой момент, если он увидел, что ему что-то прислали, он может просмотреть тогда, когда ему будет удобно, где-то на ходу, пока он куда-то едет, если он в транспорте едет, а не ждем, пока он придет домой, откроет компьютер, откроет e-mail, там будет что-то просматривать. Поэтому действительно это очень удобно, и мы тогда пишем, записываем те мессенджеры и те способы контактирования с этим человеком. То есть это, казалось бы, такой самый простой вид составления списка. Но какие у нас есть варианты? Первое, вот допустим, мы взяли лист, что мы начинаем делать? Первое, это мы можем просто записать всех, кого мы знаем. Вот, вот прям кого-кому-кого вспомнили, кого знаем, и неважно, мы вспомнили ли мы его номер телефона, есть ли у нас его номер телефона, абсолютно неважно, мы записываем имя, даже если мы не можем вспомнить фамилию, мы записываем имя. Там, допустим, Дима, детский сад, там Таня, не помню фамилию, первый класс, да, там потом поменяла школу, потом пошел еще какой-то класс, но в любом случае, как только мы начинаем на бумагу переносить, хоть что-то заносить, к нам потом постепенно придет информация. Она придет не только, как говорят эзотерики, потому что мы посылаем какой-то посыл во Вселенную, она придет еще потому, что у нас в голове начинают включаться нейронные связи, и они начинают вспоминать, у них начинается эта ассоциация, что это за Таня, первый класс. Через какое-то время вы вспоминаете ее фамилию, потом вы вспоминаете, что ее мама, оказывается, живет вот здесь, вот еще недалеко от вас, в старом районе, потому что молодежь вся разъехалась, мать осталась в старой квартире, да, то есть и вы ее там иногда встречаете, то есть начинает просто приходить новая-новая информация, которую мы будем вставлять в свой список. Также можно попробовать примерно вот разделить на три сегмента свой список, на отдельные листы, отдельные тетрадки, не знаю, как кому удобно, да, то есть горячий рынок, теплый рынок и холодный рынок. Ну что такое горячий рынок? Это, естественно, те люди, которые в нашем окружении постоянно, это родные, близкие, о которых мы сразу, вот моментально вспомним, сели и написали, мы вспомнили. Вот, это люди, с которыми мы часто встречаемся, общаемся, звоним, то есть это наш круг друзей, самый близкий, да, которому мы просто можем позвонить, привет, как дела, и даже если мы не говорим с ним о бизнесе, нам всегда есть о нем, с ним о чем поговорить. Вот это горячий рынок, это эти люди, мы их, конечно, можем быстро вспомнить. Также есть люди, которые интересны нам, мы их тоже знаем, мы всегда о них думаем, мы к ним зачем-то обращаемся, да, мы с них там берем пример, может быть, где-то, где-то обучаемся у них. И люди, которым интересны мы, которые к нам обращаются, которые к нам приезжают, да, то есть вот это все называется горячим рынком, то есть те люди, которых мы можем вспомнить моментально и записать вот этот список. Да, там может не быть ста человек, но уже, можно сказать, старт у нас какой-то будет. Дальше теплый рынок. Кто такой теплый? Это люди, с которыми мы иногда пересекаемся и общаемся. Иногда, то есть где-то, допустим, ну, может быть, вот как курьер, допустим, работает, да, он развозит по фирмам, там, раз в месяц каждую фирму он что-то привозит. И вот у него там произошел достаточно такой, ну, теплый контакт с человеком, да, и он приезжает, он может ему позвонить, может поговорить с ним, может, там, приехав на фирму, поговорить. То есть это человек, с которым иногда, то есть может быть, у нас еще нет каких-то общих интересов. Может быть, мы никогда никуда вместе не ездили, не проводили время, но мы с этим человеком тоже можем поговорить. Вот. Да, кстати, можно даже попробовать так, что примерно самому себе представить, вот как задание такое небольшое, как квест, записать цифру. Я предполагаю, что я могу, допустим, ну, вот сесть и написать список там из 70 человек. Все, максимум 70, я больше не могу. И потом, когда сейчас мы поговорим о различных подсказочках, да, и потом попробовать написать этот список, и вы увидите, насколько изменится в большую сторону эта цифра. То есть если вы сейчас думаете, что у вас там 50-70 знакомых, которые вы могли бы просто взять и записать, да, в список, то когда вы начнёте писать с учётом всех подсказок, вы увидите, насколько больше будет этот список. И это будет даже, может быть, когда для самого себя вот такое вот интересное, ну, не знаю, задание, квест. Вот. Есть, знаете, наш мозг, он вот как архив. Вот нам нужна какая-то справка из архива. Мы приходим туда и думаем, с чего начинать, да, вот заходим, там четыре комнаты, ну, если взять старые архивы, четыре комнаты со стеллажами, и там папки, 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 и нам надо оттуда что-то вот найти, да. То есть мы же должны понимать, с чего мы будем начинать, как мы их будем у себя в голове, вернее, ту информацию, которую нам нужно знать для того, чтобы найти свой документ в этом архиве, да, мы должны как-то структурировать. И тогда вот, допустим, и давайте я вот такой приведу пример. Вот мы приходим в ВУЗ, и нам надо в этом ВУЗе найти какую-то свою выписку с своими оценками, например, она потерялась. Что мы делаем? Мы сначала заходим, даже если это интернет, заходим в ВУЗ, потом выбираем свой факультет, затем выбираем год выпуска, и потом уже витуриенты, ну, допустим, да, если это не открытая информация, если это закрытая информация, то мы это делаем в самом ВУЗе. Но мы понимаем, куда нам нужно обращаться. Точно так же наш мозг, у него информации очень-очень много, очень много, нам даже, мы себе даже не можем представить себе, сколько гигабайт информации способен сохранить наш мозг. И как только мы ему дадим нужную папочку, зададим информацию, из какой папочки нужно достать эту информацию, вернее, мы ему даём команду, из какой папки нам нужно достать информацию, и наш мозг туда идёт и оттуда эту информацию берёт. И вот сейчас есть такая система подсказок по ассоциациям, да, и вот вы поймёте, как мы ассоциациями, в какую папку мы отправляем свою память, чтобы она вспомнила людей. Вот, например, мы садимся и думаем, знаем ли мы людей, которые носят усы, там, усы и бороду, да, и мы сразу бах и вспоминаем визуально этих людей. Записали, записали, записали имена. Дальше, следующая ассоциация. Люди, которые носят очки. Всё, вспомнили, записали. Люди, которые ведут за собой какие-то у них там лидерские способности, которые были руководителями, которые были старостами там, где вы учились. То есть всё, вспомнили. То есть следующая ассоциация включается. Может быть, мы знаем лысых, вспомнили. Может быть, в данный момент кто-то болеет. Кто сейчас болеет? А сейчас у нас заболеть и подцепить неприятный вирус. Ну, как бы могут многие, да, у нас это, как сказать, ну, как бы мы все ходим под этим небом. Вот, тоже можем вспомнить. Вспомнить дальше, может быть, есть люди, которые хорошо заработали в тех же каких-то, может, сетевых компаниях или просто богатые, да. Вот, позитивщики, которые весёлые, заводилы, которые всегда там улыбаются. Люди целеустремлённые, спортсмены, которые достигают каких-то вершин, которые награды у них там есть, да. То есть мы вспоминаем, кто занимается спортом, кто где чем. Может быть, мы сами вспоминаем. Так, мы же тоже когда-то ходили на плавание, у меня там были знакомы. То есть, если мы чуть-чуть включаем вот эти вот маленькие ассоциации, подсказочки, то мы сразу начинаем вспоминать дополнительных людей, которыми мы дополняем свой список. Дальше, по внешнему виду мы себе придумываем, допустим, что-то там с длинными волосами, там с короткими, блондинки, брюнеты, там ещё что-то по чертам характера. Там, кто у нас в школе был самый звёздный, ой, вспомнила. Да, там по национальности, отношение к своему делу, к стилю одежды, по профессии. То есть эти ассоциации каждый может придумать сам себе сколько угодно для того, чтобы ещё кого-то, ещё кого-то вспомнить и записать в этот список. Да, и начинаем. По профессии. Может быть, вы знаем электриков, парикмахеры, продавцы, а может, среди наших знакомых очки кто-то носит было, да. Так, достаем все хранящиеся у нас визитки. Я думаю, практически у всех есть дома какая-нибудь шкатулочка, вазочка, не знаю, коробочка, куда мы сбрасываем незначительные визитки. То есть те люди, которых мы знаем, с которыми мы общаемся, мы, в принципе, их контакты у нас есть и в телефоне всегда под рукой. Но, тем не менее, визитки ещё не ушли полностью из нашей жизни, и где-то у нас хранятся какие-то, кто-то нам давал визитки. Вот, если в них покопаться, вы можете вспомнить, ой, с этим человеком этот мне дал визитку, я там познакомился, а с этим мы даже что-то сделали, надо ему напомнить, да, и мы тут же выпишем в свой списочек и пишем, кто он, что он, что он для нас делал. Мы к нему приезжали, что-то делали, или он к нам. Вот, также можно полистать старые фотоальбомы, если они ещё остались, ну, либо какие-то уже на компьютере папочки с фотографиями просмотреть. Да, там тоже попадутся на глаза люди, с которыми вы, допустим, давно не общались, и, возможно, будете очень рады и счастливы, что вы его увидели, и захотелось, ну, и начнёте с ним общаться, да, вспомнили, потому что вы, в принципе, уже как будто бы немножечко потерялись. Точно так же можно вспомнить какие-то ситуации, в которых вы были, да, то есть это либо наше место учёбы, там начальная, средняя школа, высшие учебные заведения, дальше преподаватели в этих школах, в этих вузах, либо, если мы уж совсем взрослые люди, у нас, может быть, есть контакт с воспитателями, с учителями уже не нашими, а наших детей, потому что у меня, например, так есть, у меня вот воспитатель моих детей, одного и второго, она со мной общается, она моя клиентка, она, также я её вспомнила и предложила, она стала нашим инвестором, вот, ну, может быть, мы где-то посещали какие-то семинары, какие-то тренинги, там, или курсы по повышению квалификации, да, мы вспоминаем ситуацию, в которых мы бывали, и оттуда тоже вытаскиваем визуально, хотя бы сначала просто имена вот этих наших знакомых людей, а дальше мы эту информацию начинаем расширять, да, но можно ещё так посмеяться немножко, что клубы любителей кактусов или английских кошек, коллекционеры, соседи по лестничной площадке, по даче, по санаторию, вспоминаем их лица, вспоминаем привычки, и у нас информация начинает приходить к нам, вот, да, допустим, с кем-то мы там по утрам и вечерам с собакой гуляем, кому-то мы письма отправляем, даже, может быть, по работе вы совсем другим делом занимаетесь, и постоянно регулярно отправляете кому-то рабочие письма, и с этим человеком у вас уже есть контакт, он вам звонит, о чём-то спрашивает, что-то пишет, допустим, по работе, вы понимаете, вы знаете его имя, вы знаете его контакты, вы с ним разговариваете, запросто можно его внести, потом когда-нибудь позвонить и предложить, рассказать о том, чем мы ещё занимаемся, да, ну, может быть, где-то мы были в путешествиях, или там, кстати, у нас очень много наших знакомых разъезжаются, вот сейчас я живу в Европе, да, кто-то там даже по России, по разным городам люди разлетаются, разбегаются, и вы начинаете их вспоминать и понимаете, что вот всё, есть человек, который живёт в другом городе, хороший человек, близкий человек, и здорово, если вы находите с ним контакт, если вы его можете пригласить, то представляете, как ваша ветка может разрастись уже где-то в другом городе, потому что, ну, каждый человек – это 200 знакомых, представьте себе, если мы действительно находим 200 знакомых, с которыми мы общаемся, то представьте себе, что каждый из этих 200 наших знакомых имеет точно такое же количество знакомых людей, да, насколько это может помочь нам расширить нашу структуру, потому что мы сейчас конкретно говорим о том, что мы создаём список контактов для того, чтобы создать свою команду. Мы когда-то уходили от формулировки MLM-компании, потому что мы не являемся MLM-компаниями. Мы всё-таки являемся извинственным фондом, может быть, ну, как краудфандинговая платформа, вот, которая путём конвертируемого займа даёт свои деньги на развитие технологий, да, мы поддерживаем технологию, но, тем не менее, мы понимаем, что мы строим структуру, мы набираем команду, и у нас система оплаты, система зачисления бонусов, система вознаграждения, она всё равно взята и выстроена по принципу MLM-компании. Поэтому опыт сетевиков для нас – это просто, можно сказать, золотой фонд. И не нужно, не нужно, наверное, бояться этого. Мы не называемся сетевой компанией, но мы с сетевиками работаем, и мы можем где-то посчитать себя, ну, может быть, даже и сетевиком. Да, потому что только здесь, только в сетевых компаниях, когда создаётся команда, во-первых, ты сам себе начальник, и всех, условно говоря, подчинённых, да, я не хочу, чтобы вы понимали дословно, что это подчинённые наши люди, это наши компанёры, это наши партнёры, это наши коллеги, да, но мы их выбираем сами, мы сами создаём команду, мы их сами обучаем, мы сами помогаем им. И это здорово, то есть мы не приходим на предприятие, где говорят, вот тебе отдел, руководи этим отделом, а там люди, вы не можете с ними справиться, да. В данном случае у сетевиков это просто здорово, когда мы эту команду всё знаем, мы её создаём, мы её создаём с нуля, и мы с ними работаем и поддерживаем, и именно здесь всегда идёт самая большая отдача, самая большая контакт верхнего, с верхнего уровня с людьми с нижних уровней, да. Вот, поэтому это здорово, то есть принцип сетевой компании, он, ну, он классный. Так вот, горячие, тёплые рынки – это, в принципе, только разогрев, потому что если учесть, что мы сюда внесли только тех людей, которых мы знаем, то мы представляете, как в геометрической прогрессии разрастается структура и количество знакомых людей через знакомых, когда мы выходим на холодный рынок и выходим на тех людей, которых знают наши знакомые. Я не могу понять. У меня такой яркий свет в окно, такое тёмное изображение. Не знаю, где мне дать. Вот, дополнительный какой-то ещё свет, чтобы перебить. Вот, и что такое холодный рынок? Холодный рынок – это люди, с которыми мы не знакомы напрямую, да, то есть мы всегда будем искать контакт через своих знакомых. Что такое холодный рынок? Это поиск партнёров там, где, казалось бы, их нет. Нам кажется, что там нет, потому что мы их не знаем. Всё, это не наши люди, но они там. Работа с холодным рынком – это выход из уютной нашей зоны комфорта. Даже взять контакт чужого человека и затем решиться ему позвонить – это уже есть выход из зоны комфорта. Кто-то это делает с лёгкостью. Допустим, кто… Какой-то общественный деятель, может быть, который выступает где-то, который работает в больших коллективах, которому приходится выходить на сцену, который может обращаться вот к чужим людям, много путешествует, не знаю, обучается где-то, да, может быть, это сделать легко. Но человек, который только начинает, который никогда не сталкивался с таким, ему это действительно сложно. И поэтому он даже, может быть, чтобы не выходить из зоны комфорта, для того, чтобы не ставить себя в такую некомфортную ситуацию, он может даже не решаться выходить на холодный рынок, он может не решиться попросить контакты других людей. И вот и получается, что он как раз останется с этим списком, который он добьёт только из тех знакомых, ну, добьёт, запишет, напишет, да, только и составит его из тех знакомых, которых он знает лично. Но это очень безгранично, это очень огромное эффективное пространство, холодный рынок, и, в принципе, мы учимся на него выходить. И в этом нам как раз помогают наши спонсоры, которые могут за руку взять, и это я уже забегаю как бы в следующую тему, и, допустим, сам может позвонить этому человеку и провести беседу на глазах у нас, да, для того, чтобы, на глазах у своего новичка, для того, чтобы человек учился, чтобы вот его помочь ему и поддержать его. Так вот, по поводу холодного рынка. Если вы смотрели фильм «Ёлки», там, помните, была такая, ну, помню, «Ёлки-2», что ли, уже точно не скажу, в какой части, мальчик, который хотел там Путину передать привет, и он сказал, что там через шесть рукопожатий это можно дойти до президента страны. Вот, да, то есть мы через знакомых знакомых на самом деле, может быть, знаем весь мир, потому что у кого-то есть друзья и родственники, живущие там в каких-то странах, вот, а там есть одноклассники, которые друг с другом сталкивались. Вот, допустим, смотрите, у меня была такая ситуация, я познакомилась, ну, мой муж познакомился в поезде с одним молодым человеком, который ехал вместе с нами с Латвии на Украину. И мы ехали на Одессу, на Одессском поезде, вот, и он с ним, пока они там курили в тамбуре, они с ним там разговорились что-то, и говорит, да, у меня муж рассказывает, у меня жена с Украины, а ты? А он говорит, да, я сам с Украины, у меня жена в Латвии, вот, это мы сейчас тоже, вот, я домой еду, муж говорит, ну, вот, моя жена домой едет, а где вы там? Он говорит, да, я под Одессой, а ты где? Ой, я тоже там, а где? Оказалось, что мы родились в одном посёлке под Одессой, вот, более того, мы учились с ним у одной учительницы, он учился, первая учительница у нас была одна и та же, сначала он учился, потом их выпустили, потом я пришла. Но когда мы начали разбирать ещё, ну, то есть, естественно, муж привёз его к нам в купе, и мы сидели, вспоминали, разговаривали, и вот выстраивали вот эту вот связь, вот, которая, её можно назвать как нейронная связь, вот, как связь, которая сейчас на схеме есть, да, и мы начали искать каких-то знакомых, но когда мы выяснили, что его двоюродный брат женат на моей троюродной сестре, это уже, знаете, это был взрыв мозга, я говорю, ну, вот кто бы мог подумать, на краю света встретились, оказались чуть ли не родственники, да, но мы не кровные родственники, но сам факт, что наши, ну, даже не семьи, то есть его род и мой род где-то породнились и соприкоснулись, вообще создали одну семью, то есть, и вот точно так же, точно так же, мы можем расширять круг знакомых, расширять список своих контактов до бесконечности, вот реально до бесконечности, вот. Ну, как мы составляем список из холодных контактов? То есть мы берём рекомендации у третьих лиц, да, об этом мы уже переговорили. Дальше мы выходим на людей с конкретными какими-то интересами. Может быть, где-то есть, ну, то есть, понятно, да, с конкретными интересами это где-то, может быть, какие-то группы в социальных сетях, ещё что-то, это когда мы забудем просто знакомство с человеком по интересам сначала, а дальше уже переходим на какое-то личное общение, вот. Дальше можно использовать какие-то готовые списки имён. Ну, раньше, наверное, это было более распространено, да, но сейчас, возможно, их не так много будет, но, допустим, если взять какие-то вузы, преподаватели вузов и курсов, мы запросто можем, потому что я знаю, что на сайтах институтов можно найти преподавательский состав, да, вот. Ну, я не знаю, банкроты у нас сейчас печатаются где-то, не печатаются фирмы, которые обанкротились, и где есть какие-то данные про этих бизнесменов, я, честно говоря, не могу, не знаю, но есть брокерские фирмы, есть маклеры, и, понимаете, и вполне возможно, что вот есть такие смелые люди, взяв этот список, увидев чей-то контакт, они просто звонят и выходят с ними на контакт. Это очень смело, но это очень результативно. Также можно выходить на контакт с людьми, которые занимаются даже вот обычной продажей автомобилей. Там очень часто люди есть, которые не только просто свой автомобиль продают, а которые занимаются именно купли-продажи, то есть это их маленький бизнес. То есть это те люди, которые при деньгах, которые знают, что такое заработок, с которыми очень легко говорить, когда мы говорим, я предлагаю, у меня есть возможность заработать еще, потому что мы понимаем, он уже зарабатывает, и такой человек всегда готов рассмотреть какие-то дополнительные варианты заработка. Другое дело, что ему, может быть, этот вариант, наш вариант не подойдет, это уже второстепенный вопрос, да, но эти люди готовы, поэтому их контакты, их контакты нам тоже подходят. Вот. Ну, организации по интересам, это когда мы уже действительно сами ходим в какие-то клубы, какие-то кружки, может быть, еще что-то, да, такое вот. Ну, сейчас пока у нас перерывы в этом деле, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да, либо мы посещаем какие-то мероприятия, где можно познакомиться с людьми, то есть это выставки, ярмарки, бассейн, фитнес, многие там еще ходят где-то, залы закрыты, где-то открыты, конференции, семинары, то есть это те места, где мы единожды с человеком сталкиваемся, и здесь у нас просто вот наш шанс просто познакомиться и взять контакты. Вот. Точно так же хорошо идти на холодный контакт прямо на улице, особенно если мы находимся в чужом городе, это очень легко, это просто. Где-то в парке, когда есть, может быть, это такая маленькая подсказочка, обратиться к людям, если мы уже идем целенаправленно взять контакт с человеком, прям завести какое-то знакомство, то хорошо подходить к людям, которые тоже отдыхают, которые никуда не спешат, опять спросить, здравствуйте, я первый раз в вашем городе, не подскажете там, что можно интересного у вас посмотреть, может быть, или, может быть, вы в интернете точно уже нашли, что бы вы хотели посмотреть, вы спрашиваете, как туда добраться, там такое, то есть когда человек, он не спешит, он может вам немножечко рассказать, вы его поблагодарите, что он откликнулся, сделаете комплименты, и вот все, понимаете, здесь уже можно завязать. Может быть, вам найдется человек, который скажет, ой, знаете, здесь недалеко, мы гуляем, давайте мы с вами прогуляемся, проведем вас до этого места, или вы скажете, а вот вы гуляете, может, пройдемся, может, покажете, может, расскажете, то есть в чужом месте это очень хорошо работает. У меня даже есть один знакомый, я когда-то на вебинаре это рассказала, мне даже написали в комментариях, вы что, учите нас обманывать? Нет, я не учу обманывать, я говорю, какие хитрости бывают. Есть один знакомый, который рассказал, что он в своем собственном городе, уезжая в какой-то парк, вот он говорит, там всегда бывают очень много разных людей, и я приезжаю в этот парк, спрашиваю, здравствуйте, и вот просто подхожу к людям, и говорю, вот вы не могли бы мне рассказать, там вот как найти вот тут фонтан, я знаю в вашем городе, есть какая-то достопримечательность, вот, и люди ему рассказывают, и вот он говорит, я вот так вот завожу с ними знакомство, и когда мы начинаем уже общаться, я тогда первым делом, что я говорю, я им говорю, сразу открываю, то есть раскрываю все свои карты, и говорю, простите, я реально местный, то есть, ну, когда они уже действительно и обменялись контактами, и уже начали разговаривать, и возможно, даже уже о бизнесе говорят, он говорит, я всегда чувствую, в какой момент мне надо раскрыть карты, тогда иногда это получается очень смешно, вот, я говорю, просто я очень хотел с вами познакомиться, мне вот, мне вот прям, вот вы настолько симпатичные люди, вот, и я не мог пройти мимо, я ничего другого не придумал, вот, что мне в голову пришло, но это его прием, и это никакой не обман, потому что он все равно потом признается, он всегда рассказывает, ну, им об этом, и говорит, что, да, у меня действительно цель, я создаю команду, приглашаю людей в бизнес, и, ну, да, я так делаю, вот, поэтому каждый, каждый может придумать в этом плане какой-то свой вариант, когда ему, тогда он может действительно сам подойти и познакомиться с человеком, вот, еще есть такое, что люди дают объявление, что им нужна работа, мы как будто бы им предлагаем работу, да, и казалось бы, что вот это те люди, которые вот самое то, вот он ищет работу, он без работы, я ему сейчас предложу, и все, и он пойдет, так вот, здесь обратный эффект очень, эти люди, которые подают объявления в газеты, в интернете, что они ищут работу, зачастую нам не подходят вообще, потому что это очень инертные, очень пассивные люди, они сидят и ждут, чтобы к ним само пришло, поэтому тот, как сказать, тот вид нашего бизнеса, он предполагает, что человек живчик, что человек идет, что человек, не знаю, на пролом идет и добивается чего-то там своего, ищет, да, вот, и такие люди, которые ждут, что работа придет к ним сама, они нам чаще всего не подходят, да, мы можем, конечно, знакомиться, может быть, там какой-то процент из них и выстрелит, да, мы можем брать эти контакты, но они, как правило, могут быть просто пустые, просто будут занимать место в нашей книге и создавать такую пустую массу, да, мы будем видеть, что у нас только контактов, а на самом деле это уже будет обязательно те 20-30 процентов, да, они пойдут в ту группу процентную, вот, так что способов просто написать вот этих, собрать эти контакты, способов очень много, они доступны, они работают, они работают, каждый для себя выберет, что ему легче, кому-то проще у знакомых попросить номер телефона и потом позвонить, предложить, да, что-то, кто-то вообще это никак вообще не рассматривает, я, например, совершенно чужому человеку, какая бы я ни была умница и как бы я не боялась, не знаю, разговоров, там, знакомств, я не могу взять, допустим, номер телефона и просто позвонить по телефону, мне нужен контакт с человеком, я должна видеть глаза, возможно, мне нужна личная встреча, поэтому мне проще познакомиться в очереди где-то, не говоря уже там, что на выставке или еще где-то, я в очереди умудрялась знакомиться, мой муж всегда удивлялся, он говорит, я не понимаю, ну, в советское еще время, да, когда там, последние годы советского времени, когда где-то приходилось постоять в очереди, иногда мы в поликлиниках еще сидим, вот, и он говорит, я поражаюсь, говорит, ты можешь познакомиться, и говорит, я как услышу, вы уже о чем только не разговариваете, то есть, как будто бы уже давно-давно знакомые, да, мне нужен контакт, мне нужен личный контакт, а вот кто-то может спокойно обзванивать, вот, еще услышала одну такую фразу, которая интригует, может быть, когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь, ответить, продаю образ жизни, что это такое, знаешь, что такое, а вот мы говорим, да, вот образ жизни, когда ты работаешь играючи, зарабатываешь деньги с легкостью, и занимаешься тем, что тебе нравится, что тебе приносит какое-то удовольствие, доставляет удовольствие, да, то есть, вот эта фраза, продаю образ жизни, она немножечко цепляет собеседника, и он всегда задаст вопрос, это что, это что, и там дальше уже все, вот вам зацепка, все, уже как будто бы начинается какой-то диалог, вот, есть еще один вариант, когда мы работаем конкретно со своей телефонной книгой, со своей телефонной, не знаю, блокнотом, может быть, кто-то еще пишет номера, да, то есть, вот мы только на теплых контактах, на холодный мы не идем, мы новичок, вот все, мы начинаем, да, и попробуем работать только на теплом контакте, здесь тоже можно их вспомнить, то есть, скажем так, даже не только своя телефонная книга, а люди, которых нету в нашей телефонной книге еще, но мы их просто помним, нам надо как-то их разыскать, нам надо их как-то вспомнить, да, мы всегда начинаем, я повторяюсь, с того, что мы записываем этих людей, мы не оставляем их в телефоне, вот этому позвоню, этому позвоню, нет, мы все выписываем, все выписываем, и весь список мы делаем на бумаге, так вот, это есть три группы, то есть, наши теплые контакты, мы можем разделить на три группы, первая группа, это люди, на которых у нас есть влияние какое-то, да, то есть, они прислушиваются к нашему мнению, они к нам обращаются за какой-то помощью, это самое наше близкое окружение, мы с ними можем прийти, сказать, привет, как дела, в общем так, у меня есть для тебя предложение, то есть, мы можем прямо в лоб говорить сразу, никаких там нам не нужно разговоров на отвлеченные темы, то есть, ты знаешь, я занимаюсь серьезно, я занимаюсь этим, 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 да, ты знаешь, что я хорошо зарабатываю, ты прекрасно видишь, что вот я сейчас приехала из одной поездки, собираюсь в другую поездку, вот, я создаю команду, мне нужно несколько человек, вот буквально близких несколько человек, которые работали бы вместе со мной, я понимаю, что ты меня устраиваешь по всем параметрам, я знаю, что у тебя это получится, поэтому давай, я хочу тебе сделать предложение, я хочу с тобой поговорить, а ты, ну, потом рассмотришь, да, то есть, это вот такие люди, которым мы идем и не виляем, все говорим, дальше есть группа, для которых наше предложение может представлять интерес какой-то, то есть, мы предполагаем, что вот группа, для которых это может быть интересно, ну, кто это, прежде всего, это сетевики, действующие, бывшие сетевики, то есть эти люди очень быстро схватывают, когда вы перейдете на уже презентацию конкретно проекта, когда вы будете рассказывать, то эти люди, они схватывают моментально, они так, это я понял, это я понял, они сразу начинают задавать вопросы, они через пять минут уже начинают задавать вопросы, чтобы просто поставить как бы точечки над «и» в тех темах, где у них какие-то пробелы, так, а как вот это у вас осуществляется, какой у вас маркетинг, а сколько уровней, а какой процент, все, то есть, это сетевики, и это могут быть сетевики, у которых, ну, допустим, уже давно-давно они в какой-то компании, там действительно уже все затихает, затухает, и вы можете прям так и говорить, что, слушай, ну, у тебя там уже как-то, смотрю, ты уже там неактивна, вы уже перестали ездить, вы там перестали там какие-то мероприятия устраивать, ты там там, или ты говорил, что у тебя уже там все затихает, слушай, обучение, у нас хорошая система поддержки, там у нас система продвижения какая-то есть, да, у нас маркетинг классный, ну, вот, у нас руководитель хороший, поэтому давай, может быть, попробуй что, да, то есть, мы идем и прямо говорим, или сетевик, который когда-то занимался, потом вот все, у него там все прекратилось, вот, и вы ему предлагаете, он знает, просто он знает, что вы ему предлагаете, он быстро соображает, надо ему это или не надо, также в эту категорию входят люди, которые, допустим, у них есть уже какая-то определенная занятость, им просто нужен дополнительный доход, и вы начинаете вспоминать, кто спрашивал вас там, или смотрите свою телефонную книжку, так, вот он, вот он, да, вот он хотел, вот с ним я когда-то встретился, вот он говорил, что он, у него много свободного времени, он бы хотел какой-то дополнительный доход, да, вот, поэтому ты говоришь, вот, пожалуйста, здесь уже будет прямо практически маленький твой бизнес, здесь, там ты работаешь на работодателя, да, а здесь у тебя будет свой маленький бизнес, да, то есть эти люди тоже с удовольствием рассмотрят наше предложение, вот, также это могут быть люди, у кого, кто был в бизнесе, и у кого все это, извините, накрылось медным тазом, сейчас эта категория людей тоже достаточно расширилась, расширилась, потому что маленький бизнес за эти два года экономического, не хочу говорить слово, кризис мне не нравится, но вот эти вот изменения не в лучшую сторону в нашей экономике привели к тому, что маленькие фирмы закрылись, очень много маленьких фирм закрылось, и поэтому этим людям, возможно, тоже будет интересно рассказать, что вот здесь потихонечку ты можешь, тем более у тебя была небольшая фирма, у тебя какой-то был круг людей, ты можешь подтянуть своих лидеров, которые там в ногу шли с тобой, да, и как маленький старт для человека бизнеса, который освободился сейчас, которого ничего нет, но вы же понимаете, что если человек зарабатывал, он очень быстро тоже схватывает и набирает обороты, если мы его сумели заинтересовать, то все, то есть если мы таких знаем, мы тоже их записываем в свой список, для них мы можем прям отдельно встречу сделать, для них мы можем не просто там тет-а-тет позвонил, сказал, слушай, там по телефону, да, а сказать, вот у нас будет там сейчас вот вебинар, какой-то семинар, у нас там хорошие люди придут, которые там лидеры хорошие, давай пойдем послушаем, а после мы встретимся там на троих какой-то, вот, и я тебя познакомлю с лидером, немножечко расскажет, ответит на вопросы, да, то есть с человеком бизнеса мы тоже разговариваем напрямую, и совершенно четко и точно проговариваем все, вот, и будет у нас группа остальные, остальные это тоже как будто бы наши знакомые, да, мы сейчас говорим только про теплый рынок, вот, но которых мы давно-давно не видели, с которыми мы не общаемся, которых даже у нас может быть нет номера телефона, как мы на них выходим, как мы их находим для того, чтобы в свою книгу контактов их вставить, хорошо, если мы их сейчас через соцсети можно, да, то есть если мы умеем свою страничку немножко в таком бизнес-стиле оформить, вообще замечательно, вот, сделать несколько альбомов, да, фотографии с наших мероприятий, фотографии с отдыха, потому что мы тоже мероприятия проводим, у нас в Болгарии было мероприятие, то есть тут мы работаем, обучаемся, а здесь мы тут же отдыхаем на берегу моря, да, у нас Дубаи было, да, у нас сколько мест мы интересных посетили, вот, и тогда вы просто обращаетесь к человеку через соцсеть, привет, как твои дела, вот увидел твою фотографию, вижу, что ты на отдыхе, а где, а как и что, то есть опять-таки разговариваем на отвлеченные темы, но наша страничка, наши фотографии побуждают человека задать нам вопросы, ой, а что это, а что это за капсулы такие, да, вот, если на нашей страничке будут наши, особенно фотографии транспорта, или мы рядом с транспортом, или мы в транспорте, то есть, мы немножечко такой делаем бизнес-оттенок своей странички для того, чтобы уже легче можно было завязать разговор, вот, если там в одном городе вы с этим человеком через сеть нашлись, то, конечно же, предлагаем встречу, вот, если этот человек в другом городе живет, а вы там недавно были, или там, ну, не знаю, там, мероприятие было полгода назад, да, вот, то тоже пишем, вот, я был в твоем городе, представляешь, вот, мы с тобой вот сейчас нашлись, вот, если бы раньше мы бы встретились, а у меня-то было мероприятие такое интересное, то есть, мы можем, говорим на отвлеченные темы, но наша страничка, она помогает нам завязать разговор, или перевести разговор на нужную нам тему, чтобы пригласить человека, конечно, мы сейчас, все равно мы все акценты делаем на то, чтобы пригласить людей, просто, когда иногда разговариваешь с новичком, он говорит, да, но я сам-то пойду, но я не представляю, где мне искать людей, и когда начинаешь говорить вот такие простые вещи, и человек говорит, о, боже мой, я даже не подумал, что так можно, но действительно, ведь и это просто, и так, просто, и так, то есть, действительно, эти мелкие вещи иногда нужно проговаривать, чтобы человек вообще понял, что ему дальше делать, и как ему двигаться, так, я посмотрела, что у нас там на ютубе, на трансляции показывает, все хорошо, вот, так что создаем, пишем, вспоминаем, делаем какие-то шаги, выходим из зоны комфорта, это идет нам только на пользу, вот, хочу вам показать, как такой небольшой пример, как ведет настоящий MLM, сетевик, как он вообще ведет свою книгу контактов, то есть, мы можем написать список на одном листе, но дальше, когда у нас начинаются с этим человеком уже работы, то есть, я сейчас уже как будто бы говорю, как работать с этими контактами, то существует вот еще один вид списка, списка наших контактов, сейчас я вам поясню, видите, здесь у него разделены на пять колонок, пятая самая большая, итак, первая колонка, это порядковый номер, он нам нужен, потом скажу почему, дальше имя, фамилия человека, то есть, как к нему обращаться, когда мы с человеком знакомимся, он как-то себя представляет, обязательно нужно это записать, очень часто бывает, что мы знаем человека, вот под одним именем, а он оказывается уже полжизни, себя по-другому называет, или как-то вот видоизмененный, допустим, Элеонора, она может быть Элла, она может быть Нора, да, и то есть, обязательно нужно это все записать, дальше пишем все его контакты, где и как мы можем его найти, то есть, все номер телефона, e-mail, все мессенджеры, где он только не бывает, то есть пишем все, ну, все, что он нам дает, или все, где мы только можем его найти, что мы сами о нем нашли, дальше мы пишем информацию о человеке, в следующей колонке, в обязательном порядке, пишем, кто он, что он, род деятельности, его увлечения, хобби, кто у него есть, муж, дети, внуки, животные, знак зодиака, всю информацию, какую мы только можем сделать, мы о человеке записываем, делаем такого своего рода, досье, да, это очень важно, потому что мы, во-первых, понимаем, какой род деятельности у человека, какая у него профессия, мы всегда можем с ним поговорить, на те темы, которые ему интересны, то есть, на его профессиональные темы какие-то, на его увлечения, на тему его хобби, потому что это внимание к человеку, и он понимает, что вы не рассматриваете его, как денежный мешок, да, то есть мы записываем все, то есть я уже поясняю, из следующих задач, да, но по-другому нельзя, тут, потому что мы просто пишем, я хочу, чтобы вы понимали, для чего мы это делаем, да, вот, и пятая большая колонка, мы пишем наши встречи, у сетевиков, это называется касание, то есть знакомство, мы записываем, где и как, при каких обстоятельствах мы познакомились, мелко, маленькие заметочки, потому что, когда мы звоним этому человеку, мы говорим, слушайте, Татьяна, я, меня зовут так-то и так-то, мы с вами были на семинаре, в таком-то году, в таком-то месяце, такой-то, да, и вы все, у вас, потому что уже есть эта информация, вы все записали, кто и откуда, или вам кто-то дал номер телефона этого человека, тоже все записывайте, дальше вы обязательно туда записываете встречи, если вы договорились о следующем звонке, или о следующей встрече, вы записываете туда, и очень хорошо, если ваша встреча состоялась, вы в эту же колоночку записываете результат вашей встречи, договорились созвониться, договорились о том, что там отправить то-то, то-то нужно, да, то есть все пишем об этом человеке, конечно, мы можем, тот список, который мы пишем из 100 или 200 имен, он будет у нас просто такой вот, ну, как в виде просто списка, да, сюда, сюда, вот в эту книгу, мы уже заносим тех людей, с которыми мы начали контактировать, с которыми мы начали, возможно, что-то делать уже, человек действительно заинтересовался, мы даем какую-то информацию, да, то тогда сюда можно записывать уже конкретно, так сказать, наша рабочая книга, вот, это тоже дает нам очень много, как сказать, компетентности, мы компетентно выглядим, когда мы встречаемся, допустим, с этим человеком в следующий раз, вот, например, я вам показываю, у меня тоже такая книга есть, я тоже пишу, и вот я вам показываю примерно, допустим, какая информация у меня есть о человеке, да, но я имя изменила, конечно, Иванова Тамара, значит, весы, родилась 10 октября 79 года, психолог, частная практика, муж, двое детей, любят путешествовать всей семьей, есть восточноевропейская овчарка, участвует в выставке, призер, два кубка, три медали, все, что она успела обо мне, о себе рассказать, при первой встрече, я все это быстренько законспектировала, для чего мне это нужно, вот она мне сказала, я уехала, все, уезжаю, там я на выставку, первый наш звонок, здравствуйте, как прошла ваша выставка, как вы съездили, как все, человеку, представляете, как ему приятно, что вы интересуетесь, и говорите с ним о том, что ей очень нравится, она психолог, то есть, почему я пишу про собаку, да потому что она души не чает в этой собаке, да это ее отдушина, как она сказала, я работаю психологом, у меня частная практика, говорит, у меня только вот идут, 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 идут эти практически больные люди, люди с проблемами, говорит, я вот так от них устаю, и мне не хочется идти, и потом даже где-то в хорошем, приятном месте общаться с людьми, я не хочу, хочу общаться с собакой своей, говорит, это моя душина, поэтому она с ней ездит, поэтому они там тренировались, поэтому она ездит на всякие выставки, потому что она вот там проводит время, и она получает там удовольствие, да, это для нее очень важно, и когда мы об этом помним, а мы понимаем, что мы говорим с ней о ее поездках, она с удовольствием рассказывает, мы знаем, у нее там есть очень много знакомых, значит, потенциально она может выстроить команду из таких же, допустим, собачников, извиняюсь за такое, такое слово, да, как и она сама, вот, и все, там уже практически потенциальная команда есть, вот, и мы настраиваемся на ее волну, и тут вот мы пишем еще касание, да, что вот познакомились на тренинге личностного роста, и я уже рассказала о роде своей деятельности, это было вот как бы первое начало мое, да, потом мы еще встречались, вот 10 сентября встречались, дала информацию, подарила каталог, да, и вот договорились отправить 2-3 ролика, ссылку на вебинар, созваниваемся, через неделю звоню я, то есть мы договорились, я вам позвоню, да, и позвонить 10-10, потому что у нее день рождения, это тоже очень приятно, когда мы человеку звоним, то есть мы создаем досье, и мы работаем с ним, мы работаем, это тоже еще один вид, книги контактов, где мы уже даем расширенную информацию, которая четко уже точно помогает нам работать, и естественно какие-то ежедневники, затем, когда мы уже планеры ежедневники, где мы планируем уже даже встречу с этими людьми, мы сразу пишем, допустим, такой-то день, такое-то там время, встреча с Татьяной, и пишем там номер, порядковый номер 12 в моей книге, да, и мы сюда в ежедневник не переписываем, о чем мы договорились, что мы должны сделать, потому что нам потом очень тяжело все это найти, а мы сразу записали, записали, так, встреча с Татьяной, номер 12, все, открываю номер 12, и я вижу, сколько раз мы с ней встретились, что я знаю об этом человеке, о чем я знаю, сейчас буду с ней говорить, о чем мы договорились, и так далее, да, вот, так что в принципе это по контактам вроде бы все, но действительно информации получилось много, и конечно же, когда мы уже создадим этот список, когда мы будем, вот мы сели, дали себе задание, написать этот список, составить, может быть мы дали себе день, может мы себе дали три дня, и дали себе такой забот, я за три дня должен там составить список из 300 контактов, да, и вот мы три дня работаем, вспоминаем, что-то там делаем, ассоциации, еще что-то, но потом нам с ним надо начинать работать, да, это я как бы уже забегаю вперед, какие нам люди больше всего подходят для старта, для того, чтобы сделать первые звонки, сделать первое приглашение, конечно же, это открытые, это легкие, это приветливые люди, с которыми нам легко общаться, которые позитивные, которые понимают, чем мы занимаемся, и где-то поддерживают, где-то, может быть, они нам скажут нет, но когда мы начинаем с таких позитивных людей, и нам позитивный человек говорит нет, но это намного легче перенести психологически, для новичка, мы-то уже кто много лет в проекте, ну, нет, так и нет, и хорошо, мы знаем, ты у меня в статистике, ты у меня там в 30 процентах, это нормально, да, новичку иногда бывает сложно, потому что так бывает, вот, написал список, кого вспомнил, сделал два звонка, никто ничего не хочет, все, а не буду, да, вот, поэтому, конечно, хорошо, когда вот этот список мы просматриваем, не обязательно прям по очереди всем звонить, да, мы смотрим, выбираем сначала в этом списке, выделяем тех, кто действительно хороший, легкий, вот, кто нам доверяет, кто будет нас слушать, кто будет рад встрече с нами, вот, просто пообщаться, вот, тогда у нас получится легкий старт, да, мы как раз сейчас и говорим, что новички, которые приходят в этот бизнес, им нужно все-таки как-то стартануть, да, и мы их поддерживаем, которых мы пригласили, да, если мы спонсоры, вот, мы их поддерживаем, мы им помогаем, помогаем сделать, их старт в их бизнес, вот так, на сегодня у меня будет все, это все, что я хотела вам сказать, мне приятно, что вы слушаете, я вижу, вот на ютубе тоже, есть у нас люди, благодарю вас за внимание, сейчас будет вебинар у Владимира Маслова, поэтому, пожалуйста, можете переключаться, и послушаем, какие новости нам скажет Владимир Маркович, всего доброго, до свидания, до свидания,